В прошлом году создание предприятия Крым Транспарк Сервис преподносилось общественности как единственно возможное спасение от ежедневных водительских бед, ведь парковки обещали сделать законными, умными и прибыльными с помощью современных паркоматов. Дело в том, что городской бюджет той же крымской столицы получал из потенциального источника денежной благодати сущие копейки, поэтому финансовые поступления хотели увеличить в несколько раз и доверили это дело молодому, перспективному и скромному. Я все-таки, скажем так, как человек с определенным опытом, как я уже говорил, местном самоуправлении, немножко глубже смотрю всегда на процессы. Глубины взглядов Короленко хватило, чтобы в течение нескольких месяцев довести предприятие с правильной идеей и перспективным потенциалом до финансового краха, причем с большим запасом. Аудит деятельности Крым Транспарк Сервиса наглядно демонстрирует, что молодежный министр финансов вполне может стать автором книги о том, как нельзя вести бизнес. Вот лишь краткий список его достижений. Закупил паркоматы без конкурса на сумму 1 миллион гривен, выплатил сотрудникам почти полтора миллиона гривен в качестве зарплат и премиальных, в то время как выручка предприятия едва превысила 400 тысяч гривен, накопил кредиторскую задолженность на сумму 626 тысяч гривен, из них 340, долги в бюджет по налогам и сборам. То есть и прибыли предприятия не принесло, и дыру в республиканском бюджете только увеличило. Кроме того, аудит выявил, что Короленко подписал акты сверки с предприятиями, которые обустраивали парковки, но при этом суммы по оказанным услугам на 154 тысячи гривен отличались от фактически выполненных. В принципе за каждой парковочной площадкой стоит определенное лицо. Либо это депутат местного совета, либо это предприниматель, либо еще особо приближенных, скажем так. Поэтому многие депутаты, имея связи в Верховном Совете, я думаю, что понимая, что нелегальному бизнесу приходит конец, что на рынок зашел крупный игрок, который будет действовать в соответствии с нормами законодательства, и на нашем фоне будет более явно видно, как работают нелегалы. Андрей Муковский и сам не прочь увидеть бумажные данные о больших премиях. Хоть задним числом за себя порадуюсь, иронизирует парковщик. Он говорит, что только сейчас ситуация стала налаживаться, потому что в бытность Короленко директором предприятия его сотрудникам на премии рассчитывать не приходилось. Более того, полгода люди сидели без зарплаты. Изначально проработали два месяца, было все нормально, как бы платили зарплату. Потом задержка была где-то в пару месяцев, заплатили на Новый год, и все. И последние, вот это была последняя зарплата. И зарплату мы получили уже при нынешнем руководстве в июне месяце. Вот, как бы, ну, большой привет Короленку Максиму Степановичу за наши зарплаты не выданные. Сейчас предприятие Крымтранспарксервис пытается передать из республиканской в городскую собственность. Учитывая наследие Короленко, это единственный шанс спасти его. Так что такие бигборды, по крайней мере Андрей Муковский и его коллеги, теперь обходят десятой дорогой. Просто потому, что не верят, что человек, обманувший однажды, не сделает это вновь. Тем более, если ему дадут власть. Василий Иванов, Алексей Романов, Время новостей.